Ну, давайте перейдем, собственно, к делу. Итак, что, как мы сегодня будем, как сегодня все это будет выглядеть, как мы себе это видим? Ну, во-первых, очень хотелось бы, чтобы это прошло живо и неформально, чтобы это было не похоже на, как у Штирлица, да, группенфюреров. Когда вы в этом мундире, они могут опознать только рейхсфюрера. Да? Абсолютно точно, Артем Михайлович. Да, давайте вот, чтобы без этого было, то есть должно пройти бодро, весело и интересно. Это наша с вами основная задача. Кто у нас сегодня на круглом столе? Ну, Артем Михайлович, Центральный банк России, я представлять не буду, его все знают. Я хотел представить двух наших коллег, и что у меня получилось вначале, и что не получилось. Ну, безусловно, получилось собрать банки. То есть, первое, Юрий, компания Сбертех. Коллеги, приветствую. Да, Сбербанк России. Второе, Андрей, компания Банк Сиап. Почему? А потому что очень интересно, на самом деле, послушать не только крупный банк. То есть, я выбрал самый крупный банк в стране и небольшой, средний, так сказать, региональный банк. Почему? А потому что очень многие говорят, ну вот, ну ладно, там крупный банк, он может себе позволить, а маленький не может. Вот это вот мы, на самом деле, и посмотрим. Что не получилось? Не получилось с вендором? Ну, традиционно, вендоры, конечно, меня боятся сильно. Ну, очень правильно делают, пусть боятся. Хотелось крупного вендора, на самом деле, то есть, вендор ДБО, ну, в общем, не получилось, а крупный вендор, крупные вендоры, они, к сожалению, отказались, потому что не было у них специалистов, которые знают СДЛ. Ну, ладно, ничего страшного. Зато у нас есть хорошее представительство Центральной Банка и банки, а за вендора буду я. Значит, я буду не просто ведущим, я буду и ведущим, и со стороны пентестера, и чуть-чуть со стороны вендора. Поэтому мы будем не просто, я буду давать слово, а я буду сам еще что-то говорить. Итак, поехали. Первый наш топик. Ну, оно вообще что-то не работает. Вот, заработал, перелет. Отлично. Первый топик. Давайте поговорим вообще, откуда возникла идея и когда она возникла, откуда возникла идея создания этого стандарта. Вообще, почему она произошла. И здесь, собственно, сидит человек, который, ну, без ложной скромности, не хочу хвалить лично Артема Михайловича, но это правда. Собственно, инициатор этой идеи был Центральный Банк и лично Артем Михайлович Сычев, который, собственно, выступил с этой идеей. Мы стояли чуть сзади, помогали, да, но не было бы Артема, этого бы стандарта. Стандарта не было. Почему этот стандарт важен? Вообще, откуда это пошло? И как возникла эта идея, а давайте вообще задумаемся о безопасности, давайте задумаемся о практической безопасности. Потому что, на самом деле, что интересно? Интересно то, что в результате вот всей этой деятельности, ну, Центральный Банк Российской Федерации, на тот момент, это был два года назад, я чуть забегаю вперед, оказался первым, кто из регуляторов, кто стал смотреть, во-первых, вперед, во-вторых, показал себя очень прогрессивным. Уязвимости, пентесты и так далее. Раньше этого не было. То есть, помните, там, 4-5 лет назад, вот, Леша Качалин рассказывал, да, что там у него было в 2010 году, когда никто не понимал вообще, зачем это и для чего это. Артем Михайлович, расскажи, как пришла в голову эта идея? Почему Центральный Банк озаботился этой проблемой? Ну, собственно, в голову вот она пришла не случайно, естественно, да, Центральный Банк имеет возможность, во-первых, иметь представление, что и как происходит в банках. Может, не в полном объеме, но, тем не менее, имеет. Это раз. Второе, мы, все-таки, получая эту информацию, не складываем ее себе там куда-нибудь, а все-таки пытаемся хоть как-то анализировать. Может, это не настолько глубокий анализ, да, у нас реально не всегда на это хватает сил, времени и возможностей чисто физических. Но, тем не менее, некоторые анализы мы все равно проводим. Плюс, мы сами по себе тоже точно такие же, точно такой же банк с точно такой же, понимаешь, платежной системой, внутренними информационными системами и вопросы, которые актуальны для коммерческих банков, они точно так же актуальны для нас. Поэтому, когда все вот эти вот факторы свелись в кучу, когда мы посмотрели, что же реально происходит с точки зрения защищенности, то, опять же, посмотрели на опыт международный. Возможности, возможности такая была, с коллегами пообщались из других и центральных банков, и из других государств. В общем, стало понятно, что проблема, которая есть с точки зрения функционала информационной безопасности, она, естественно, не упирается только в то, есть там какие-то требования, выполненные требования или нет. А, упирается в контроль А, качество реализации функционала безопасности, Б, качество программирования как такового, причем с учетом именно безопасного программирования, В, в контроле защищенности систем на всех этапах жизненного цикла. Можно было, конечно, посмотреть на систему сертификации и сказать, ну, в банке, ну-ка, давайте побежим. Тут у меня будет следующий вопрос, следующий топик, мы сейчас об этом обедем. Да, ну, вот подумав, что, к чему это приведет хотя бы в масштабах. Почему, Артем, давай тогда, раз мы уже заговорили об этом, почему, ты же прекрасно помнишь, какая тогда была история, да, то есть, в принципе, был выбор, мы занимаемся сертификацией, была идея сертификации, или мы идем по другому, противоположному пути, потому что вопрос сертификации, он, в принципе, ну, всем был привычен, это более привычная штука, это то, чему привыкли регуляторы. Почему был выбран путь, нет, мы не занимаемся сертификацией, мы не пытаемся там построить очередную номер 150-ю систему сертификации, почему мы идем именно вот по этапу жизненного цикла. Вот, вот, как раз, когда мы думали, да, на эту тему, то стало понятно, ну, предположим, по платежной системе Банка России в неделю может проходить до 10-15 модификаций, внесение изменений в различные модули, и, естественно, что при этом внесении изменений, каждое само по себе изменение проходит тестирование, проходит обработку, но уверены ли мы в том, что внося вот эти изменения, мы не вносим какой-то новый функционал, нам, как безопасности, непонятно, это раз. А второе, если мы статически зафиксировали состояние нашей замечательной платежной системы, или системы сбора отчетности, то проблемы, которые возникают с точки зрения ее функционирования, они касаются в том числе и вас, как кредитных организаций, мы бы не смогли оперативно исправлять. Да, процесс переаттестации, он занимает достаточно большое время, и, самое главное, не дает уверенности в том, что на следующем патче мы что-нибудь новое не внесем. Вот, поэтому мы, собственно, и стали думать о совершенно другом подходе. А подход, ну, опять же, ничего нового тут изобретать-то не надо, в мире это все уже было отработано. Что нам пришлось сделать? Нам пришлось, собственно, вот этот опыт немножечко обобщить. Не скрою, мы привлекли к этой деятельности две компании. Это, кстати, очень интересный опыт, когда два конкурента работали над одним документом. На первых этапах было вообще очень любопытно посмотреть, когда они, они же общались через нас, одни говорят, да и вот это вот фигня, другие, да и вот это мнение вообще неправильно, надо по-другому. А потом, а потом началась такая реально конструктивная работа, но конечный результат все равно пришлось обрабатывать нашим специалистам, прежде всего для того, чтобы привести в форму, которая принята в документах по стандартизации. И, кстати, такую очень существенную работу в этом вот обычно, когда Андрей Олегович выходит выступать, выбранных на сцену, да, он так из зала выглядит, ну, пришел человек там про документы рассказывать, ну, что он там понимает, да. На самом деле редакторская работа, окончательная, работа окончательной версией этого документа, там, взаимодействие с юристами, которые очень придирчивые, там, процесс подготовки документа на утверждение. Вот это, на самом деле, все его работа, поэтому, он там тихо сидит в сторонке. Слушай, дайте им похлопаем, а? Да, давайте. На самом деле, я могу подтвердить, Атемий Михайлович абсолютно точно сказал, потому что я видел этот документ, который ушел в центральный банк, и во что он превратился. Я, конечно, был сильно удивлен, вот как все вот это вот было профессионально сделано на выходе. Поэтому это, на самом деле, огромная работа. У меня еще вот следующее такое замечание. Ты вспомни, тогда были дискуссии, там, в рамках ТК-122, и что предлагали вендоры? Ну, вендоры, то есть, единственное, кто воспринял это в штыке, это были вендоры, и они, на самом деле, им было привычнее понятие сертификации. Почему они это хотели, на самом деле? Потому что все очень просто, им всегда хорошо получить бум. Вендоры, это вендоры систем ДБО и АБС, это не вендоры, там, вот те, которые вот тут стоят, за исключением бифита, а то вот вендоры тут обижаются, там, СайберАрк, там, мы хорошие вендоры, мы делаем безопасные программы, испечнять не про них. А вендорам было очень здорово, если была бы сертификация, на самом деле. Они бы там нечто сертифицировали, потом показывали банку, мы безопасны. Как бы это повлияло на процесс банковской системы? Да никак. Собственно, добились бы мы безопасности банковской системы? Да не добились бы, ничего бы не добились бы этим. Очередная бумажка. И в этом плане, это был чрезвычайно правильный подход, современный подход центрального банка, потому что надо было понимать, что уходить сейчас, переходить снова к системе сертификации бессмысленно. Вы возьмите, вспомним первый день, что говорил Виталий Сергеевич, о чем говорил сейчас, он говорил об этом на недавней конференции в СТЭК, в частности, ну когда сертификация сразу в голове, даже дестно, равно в СТЭК. А что планируются? Глубинные, серьезнейшие изменения системы сертификации, в частности в СТЭК. То есть уход от такой классической проверки чек-листом каким-то техническим, а переход на анализ уязвимости. Они пытаются это дело максимально изменить, хоть как-то, да? Потому что это принципиальный момент. Поэтому то, что вот тогда, два года назад, был выбран именно шаг не на сертификацию, а на СДЛ, то есть Security Development Lifecycle, на вот эти вот требования по контролю, которые предназначены как для разработчиков, так и для, собственно, банков, это был принципиальнейший момент, который на самом деле определит, я не побоюсь этого слова, он с технической точки зрения, он определит безопасность банка, именно практическую безопасность, реальную безопасность банковской сферы Российской Федерации на годы вперед. Потому что еще тогда, два года назад, ну, ты помнишь, Артем, тогда вот тренды атак на банки, он еще был такой, он был начинающийся тренд. В основном атаковали клиентов. И многие вендоры и банки говорили, ну, в принципе, ну, зачем? Центральный банк смотрел вперед, он думал, что будет дальше. Это задача регулятора. И это, кстати, очень правильно, это принципиально. И второй момент, на который стоит обратить внимание. Это тоже важный момент. Речь в данном случае шла не о... К тому, к чему мы все привыкли, хотя бы ДБО, да? То есть вот более-менее там несколько лет назад, хотя бы как-то привыкли, что надо анализировать систему ДБО. Почему ДБО? Потому что она торчит в интернете. Потому что всем привычно, вот есть точка входа в банк, через ДБО воруют. Но речь в этом документе, речь идет не только о ДБО. Совершенно правильно выделено именно АБС, внутренней банковской системы. И вот этот тренд, который начался вот последний там год-полтора, напрямую атаки на АБС, говорит, что этот шаг был крайне важный. Он был важен в стратегическом плане. Потому что вот если бы тогда допустили ошибку... Ну, понятно. На самом деле, эту ошибку мы точно бы не допустили. Потому что мы же не зря седьмой год проводим, точнее, седьмую конференцию проводим. Это дает возможность услышать, о чем говорят коллеги из кредитных организаций. И все-таки проводить определенный анализ. Вот по собственному опыту могу сказать, что идет такое спиралеобразное развитие. Можно было последить на атаках на клиентов. Когда сначала пытались просто пощупать, можно ли использовать уязвимости на клиента для того, чтобы деньги получить. Можно ли монетизировать. Получилось. Тогда следующим этапом стало отрабатывание инструментария. Отработали, получилось. Как только он был отработан, его стали продавать коммерчески. Получилось. Как только он стал доступен коммерчески и в массовом порядке, это стало хорошим криминальным бизнесом. Как только маржинальность атак на клиента упала, потому что коллеги в банках научились работать, потому что МВД свои задачи решало очень хорошо, потому что антивирусные компании научились отслеживать, и коллеги, занимающиеся практической безопасностью, стали на это внимание очень серьезно обращать, у них инструментарий появился, то преступное сообщество начало искать и прощупывать места, куда теперь можно пойти. И они нащупали. Они нащупали, соответственно, что можно преодолеть периметр банка и начать атаковать именно их. И вот, зная первую часть всей этой истории с клиентами и получив первый инцидент, который касался уже не клиента, а конкретного коммерческого банка, вот тогда уже можно было понять, как это пойдет дальше в развитии. Ну, а метод реализации, еще раз говорю, искали исходя из опыта, исходя из международного опыта и привлекая, соответственно, специалистов. Спасибо, Артем Михайлович. Давайте пойдем дальше. Давайте по историю мы поговорили, давайте мы посмотрим на следующий у нас топик. Сейчас попробую так переключить. Странно, здесь у меня одно, здесь другое. Ну, ладно. Теперь мы поговорим немножко о мифах. Собственно, ну, вот первый миф. Поговорим о технических вещах. Стандарт, у меня там написано, коллега не увидит. Стандарт требует проведения анализа кода. Так случилось, что действительно, ну, не все его прочитали, не все его правильно поняли. И вокруг стандартов сложилось такое, я просто обращал внимание, такое ощущение, что это стандарт про анализ кода. Ну, у многих коллег говорят, что стандарт про анализ кода. То есть, в принципе, мы выпустили джин из бутылки. Так получилось, что мы его выпустили и плохо объяснили, может быть. Я сейчас попытаюсь получше объяснить. Вот Василий Андреевич недавно писал отличную статью. Он, на самом деле, выполнил мою работу. Спасибо, Василий Андреевич. Я обратил внимание. Давайте его тоже поприветствую. Отличная статья как раз была посвящена стандарту жизненного цикла. И там, чуть-чуть покритикую Василия Андреевича, было все правильно сказано, но практически не было ни одного слова про пентесты. про именно вот эту часть. Был очень сильный упор на анализ кода. А давайте мы посмотрим... Мы сейчас поговорим, Василий Андреевич. Там сейчас все будет. Я не в плане критики, я в плане просто констатации фактов. Давайте мы посмотрим, реально, что же имелось в виду разработчиками, на каком этапе действительно осуществляется анализ кода, и что мы имели в виду, мы и центральный банк, да вообще, когда его надо делать. Потому что анализ кода, это постоянно, я слышу от коллег из банков, ну, чем вы думали, ну, в общем, мы, вы, все, мы, чем вы вообще думали, дальше нелицеприятно, когда вот вы говорите анализ кода, откуда мы возьмем этот код, как мы его будем анализировать, что мы будем делать, и вообще, что это такое, у нас сейчас-то и кода нет. Как же мы, если центральный банк нам придет с этими требованиями, не дай бог, инспекция еще придет, так это же вообще не понятно, что со всем этим делать. Давайте мы посмотрим, что там написано вообще, и что мы, центральный банк, что вот имел в виду на самом деле. Давайте мы посмотрим на следующий слайд. Сейчас он, вот, 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 сейчас мы пройдемся, собственно, по этому. Дело в том, что это стандарт жизненного цифра. Это я просто сейчас сам себе задаю вопрос, пытаюсь на него ответить. Коллег из банка мы подключим чуть попозже. Дело в том, что это стандарт жизненного цикла. То есть здесь есть этапы. Вот есть стадия создания и тестирования АБС. Это одна из самых первых стадий. Вот про анализ кода речь идет, когда создается система. Вот когда система создается, программисты, которые создают эту систему, им рекомендуется использовать анализ кода. Причем как статически, так и динамически. Если это все делают программисты, находятся у банка, или, например, как у Сбертеха, да, разработчики находятся свои, да, они должны это делать. Но к банку это не имеет никакого отношения. Ну, потому что, ну, как вы себе это представляете? Кто у вас там будет заниматься динамическим анализом? Файзингом вы будете заниматься? Речь об этом, в общем-то, и не шла. Речь шла о том, что разработчики должны понимать, что они должны вот это вот использовать, этот анализ кода. А что, собственно, на стороне банков-то, да? Какая была генеральная идея? А на стороне банков анализ кода, он, собственно, о нем даже практически-то и речи нет. Посмотрим на следующий слайд. Вот следующая стадия, это стадия приемки и ввода в эксплуатацию. Вот это уже ваша стадия. Вы принимаете систему, вы ее вводите в эксплуатацию. То есть у программистов, у разработчиков контрольная процедура – это анализ кода, там они должны ее делать. А у банков контрольная процедура в данном случае – это тестирование на проникновение и выявление известных уязвимостей. То есть на этапе принятия в систему эксплуатацию, прежде чем ее поставить. Это этап 9. Дальше, после того, как вы систему приняли, она живет. Здесь про анализ кода ни слова. Дальше, когда вы систему приняли уже в действии, этап эксплуатации. И здесь про анализ кода ни слова. Что здесь? Здесь есть периодическая оценка защищенности. Периодическая. И определяется, как часто эта периодическая оценка должна делаться. Про анализ кода здесь ни слова. Сейчас, секунду. Я полагаю, откуда пошел это такое ощущение, этот миф? Ну, наверное, все-таки, мне кажется, в плане дискуссии, в плане мнения, что миф о том, чтобы оценить защищенность программного обеспечения, нужен обязательно код, он идет от того, что как бы это кажется логичным. То есть у тебя есть софт. Софт это что? Это код. Код на каком-то языке, неважно каком. Есть такая иллюзия, что если у тебя есть этот код, тебе достаточно этот код посмотреть, проверить, и ты на 100% будешь уверен в защищенности. Ну, это примерно, да, может провести аналогию, у тебя есть текст, тебе достаточно проверить правила этого текста, насколько он правильно по-русски написан, там запятые, грамматика, орфография. У тебя на выходе будет правильный текст. Так вот, в разработке это не работает ни разу. В противном случае, наш любимый open source был бы потрясающий, надежный, защищенный, и прекрасный, и красивый. Это огромная иллюзия, что якобы по коду можно получить 100% покрытие. А, собственно, поэтому здесь есть и статические, и динамические анализы, и пентесты, и фазинг, и так далее, да. То есть, это гораздо, проблема гораздо более сложная на самом деле. И для банка не надо думать, что многие банки, просто почитав стандарт, сейчас тоже такой тренд интересный, почитали стандарт, увидели анализ кода, говорят, давайте вы проведите анализ кода. Говоришь, нет, подождите, ребят, гораздо эффективнее провести пентест и дополнительно анализ кода. Банки говорят, нет, ну там же анализ кода, это же код, давайте код. Это гораздо менее эффективно на самом деле. Гораздо менее, и стандарте об этом сказано, там есть статические, и динамические анализы, да. Плюс там еще вообще-то есть анализ окружения, пентесты, это все не просто так написано. Вот, поэтому это вот такой вот момент, на который просто стоит обратить внимание, не стоит не пугаться анализа кода не драматизировать этот процесс и не демонизировать его надо просто понимать для чего он нужен что можно и без него прожить и прекрасно мы живем потому что большинство самое простое, самое эффективное в данном случае это без анализа кода черным ящиком и вперед есть код отлично, но только по коду это достаточно сложно это просто надо обратить внимание это такая практическая штука поэтому я сам себе задал вопрос пентесту и сам на него ответил сейчас бы я хотел задать вопрос Сбертеху потому что по анализу кода я думаю что это имеет смысл напрямую туда Юрий расскажи у вас огромная компания то есть Сбербанк технологичнее Сбербанка нет никого крупнее Сбербанка нет никого технологичнее ладно, окей, были но крупнее нет и в принципе Сбербанк по масштабу ну понятно Сбербанк вот на вот как раз вот этом этапе используются ли у вас подобные механизмы то есть ваши программисты используют ли это и кто это дело контролирует и как все это у вас работает вот именно на этапе вот создания окей Илья, смотри, хотел немножко тебя поправить с точки зрения вот первой фазы да, как мы говорили вот анализ кода соответственно этап создания и тестирования продукта вы наверное забыли упомянуть еще как бы предварительные активности такие как анализ архитектуры соответственно анализ требований когда возникают собственно пропустил часть требований ну вот да то есть статический анализ кода динамический анализ кода да, это скорее там наверное третьи, четвертые какие-то шаги да, которые предпринимаются уже после реально там проведенной подготовительной работы и собственно этот анализ да мы делаем исходя из того скоупа, который определяем на первоначальных этапах с точки зрения когда там у нас стартует релиз да, мы смотрим на там актуальную модель угроз скажем так да, и на те требования которые в релиз того или иного продукта попадают я сделаю немножко наверное в сторону сейчас дискуссию там уведу буквально на две минутки с точки зрения ты говорил да о том, что Сбербанк большая компания ну вот как раз как у нас все это устроено вот я представляю компанию Сбертех да, наверное в каком-то смысле смогу выступить здесь так же с точки зрения вендора да, потому что ты моя груша ну можем попробовать не получилось все груши отказались сюда прийти что сейчас из себя представляет Сбертех это четыре с половиной тысячи инженеров это разработчики и собственно тестировщики это триста пятьдесят систем которые мы поддерживаем для Сбербанка соответственно Сбербанк является единственным заказчиком по сути да то есть все функции разработки выведены в компанию Сбербанк количество разработчиков почти как Яндекс если не больше это не считая вендоров вот да но сейчас у нас идет тренд как раз на то чтобы забрать скажем так активность по разработке обратно в Сбербанк да и нарастить там ту экспертизу которая в свое время была потеряна когда-то да соответственно там у нас рост органический продолжается то есть с точки зрения там размера да мы наверное где-то сопоставим с таким компаниями как Люксофт Епам да то есть ну чуть-чуть поменьше наверное да но вот чтобы масштабы были примерно понятны да и с точки зрения вот объема системы вот я упомянул 350 систем из них там 60 является мишен критикал 100 является бизнес критикал то есть тут как бы масштабы совершенно космические при этом там группа Сбербанк в целом это 300 тысяч человек по миру то есть вот я не знаю наверное что может быть масштабней а гигантский банк ну возможно да ну в рамках Европы я думаю мы тут одни из самых крупных игроков там в свою очередь да я возглавляю направление софтвера секьюрити в рамках Сбертеха да и вот чтобы опять же вот к тому вопросу то что ты задал да как у нас все это устроено история там примерно следующая то есть в рамках Сбертеха есть некоторые там есть производство да это центр компетенции с точки зрения там где собственно располагаются разработчики да и как бы исходя там из потребностей бизнеса соответственно в рамках тех или иных ЦК те или иные системы ведется разработка да есть отдельная организационная структура в рамках СБТ это департамент качества да не нужно думать что там живут исключительно только тестировщики по сути да как бы мы в рамках в рамках ДК идет проводится активности по тестированию да с точки зрения там функционального тестирования нагрузочного тестирования кроме этого там существует некое там методологическое направление которое отвечает за внедрение ряда производственных процессов в рамках всего вообще производственного цикла и вот органично соответственно там история софтвора секьюрити как бы вписалась туда да вот с точки чтобы вот эта штука начала работать там с процессной составляющей да как-то могла побежать вот здесь коллеги да упоминали о поддержке менеджмента с точки зрения там вообще вот этих всех вещей вот там непосредственно мой босс директор департамент качества является членом правления СБТ да и напрямую соответственно репортит генеральному директору соответственно вот эта вот вертикаль да она собственно позволяет создать некую там визибилити да и прозрачность тех процессов которыми мы сейчас там сфокусированы с точки зрения внедрения каких-то изменений да в производственный процесс до грифа она доходит до грифа доходит могу сказать да и вот с точки зрения опять же там какого-то внутреннего маркетинга это тоже очень важный момент да вот у нас с представителями бизнеса там корпоративный блок розничный блок международный блок регулярно раз в квартал проходят такие высокоуровневые встречи когда там приезжают собственно вице-президенты к нам в СБТ и какие-то новые вещи им показываются но вот нам скажем там тематика софтверсекьюрити она в последнее время там включается во все эти повестки дня и как бы виден и тот прогресс который там происходит да там грубо говоря от квартала в квартал ну и какой-то такой опять же элемент внутреннего маркетинга безусловно существует и как бы люди задумываются о том что нужно делать что делается правильно что делается неправильно грубо говоря да вот с точки зрения нашего внутреннего уже процесса да как у нас все это устроено мы как производственная по сути организация да вот мое подразделение мы буквально там руку об руку рука об руку идем с разработчиками да с проектными командами соответственно задача скажем так банк аутсорсит в каком-то смысле да свою разработку в СБТ да соответственно банк выдвигает какие-то бизнес требования и у него есть задача получить на выходе продукт не просто продукт а продукт качественный да с точки зрения функционала с точки зрения опять же нагрузки и как бы понятие качественно также теперь как бы привносим в термин безопасный продукт да соответственно вот мы отвечаем за то чтобы построить там от самого начала до самого конца для банка безопасный продукт по сути да соответственно все те этапы жизненного цикла, о которых ты упомянул, на каждом этапе существует ряд активностей, ряд практик, собственно, согласно лучшим практикам, лучшим стандартам, которые мы используем, при этом на выходе, да, и вот есть некая там гейт такой, да, прием сдаточного испытания для банка, да, представители, соответственно, службы информационной безопасности, в том числе, как бы, и делают акцептанс того продукта, который мы поставляем банку, да, с точки зрения безопасности. Соответственно, вот мы являемся некими такими руками, да, которые бегут совместно с производством и пытаются, соответственно, сделать продукт немножко лучше с точки зрения безопасности. Спасибо. А на самом деле ты перешел плавно к следующему топику, собственно, который у меня это миф номер два, сейчас, я думаю, появится. Илья, можно я вопрос задам? Я вот так и не понял, а вы все-таки анализ исходных кодов-то делаете? Да, да, мы же знаем, с чего мы начали. Да, что с анализом кода-то? Да, безусловно, но опять же, не для всех, смотри, какая штука, значит, естественно, сколп 350 систем, как бы, очень большой, да, соответственно, мы сейчас фокусируемся на каких-то там базовых, самых критичных, ну, не буду скрывать, как бы, ДБО, да, первое там, что у нас попадается в высокий уровень критичности. Соответственно, да, ряд практик опробовали, опробировались достаточно успешно, могу их перечислить, соответственно, это и анализ архитектуры, это и моделирование угроз, это и анализ бизнес-требований, вот на каждом буквальном этапе появляются очень интересные там... Стандарт вычитали в неиматике. А то ж. Соответственно, статический анализ, динамический анализ, все эти вещи проходят, плюс, опять же, ручной ревью, ручной ревью кода, ручной анализ библиотек используемых разработчиков, тоже очень интересный там расклад бывает, поэтому полный цикл. А у вас народу сколько на этом занято? Сейчас... Второй теме уже, насколько все это сложно. Сейчас в рамках моего подразделения есть пять человек, но мы закрываем ряд, буквально две-три системы самых критичных, потому что, в общем-то, инициатива достаточно малотая в контексте Сбертеха. Артем, правильный вопрос с точки зрения, как все это отмасштабировать на 350, наверное, систему? Ну, я бы по-другому поставил вопрос. Собственно, вот вся идеология стандарта, она исходит из риска, критичности, обработки. Я, например, не уверен, что в вашем случае имеет смысл все эти 300 с лишним обрабатывать. Я бы так вопрос поставил по-другому. Каким образом вы формируете критерии критичности для того, чтобы в критичных системах уже дальше шел анализ кода? Вот это интересно. Что вы считаете критичным? ДБО, АБС? Безусловно, в первую очередь это ДБО, то, что торчит наружу. Это мобильные приложения, которые, опять же, разработка делается внутри. Это внутренние корпоративные системы. Есть там такая штука у нас, шина, куда... Не рассказывай все свои... Ну, конечно, да-да-да. Вот. Core Banking, да. Ну вот. Если совсем... Отлично. Вот. А теперь мы, собственно, подошли ко второму мифу. Вот это, что это сложно. И сейчас нам... Я специально позвал, я хотел, чтобы Андрей выступил, но вначале я, наверное, вот покажу... А нет, давайте мне вначале, Андрей, вот расскажи. Прежде чем мы перейдем к мнению вендора, вендор у нас будет представлен заочно. У меня тоже есть рояль в кустах, вендоры... Ничего. Мы их выведем на чистую воду. Вот. Ну, их банки еще больше любят. Вот тут, знаешь, историй-то масса. Ну, Сбертех понятно. Сбербанк действительно может себе позволить, имея там 4000 программистов, можно в конце концов там сделать огромную команду, которая будет заниматься security. При таких масштабах вы действительно огромные. Это понятно, да? То есть вы, в принципе, через некоторое время все можете позволить то, что себе позволяют крупные вендоры, типа Sop Oracle, которые там, Cisco, Microsoft и так далее, которые внедряют полноценный СДЛ, тратят миллионы долларов на обеспечение безопасности своих продуктов. есть второй миф, который очень тоже так наслаждается достаточно активно, причем в основном вендорами, что вот этот стандарт, это все очень дорого. Что центральный банк придумал какую-то непонятную штуку, которая будет для банков стоить кучу денег, потребует пересмотра кардинального всех процессов в банке и вообще просто ад не зайдет на землю после того, как это все заработает, это все нереально. А, да, с поднимется, да, согласен, но не важно, окей. А вот на самом деле интересно мнение, не Сбертеха, да, на данном случае, а интересно мнение Сиаба, вот, Андрей, расскажи, вы много этими процессами занимаетесь, вы ими занимаетесь давно, уже 7 лет, тогда еще там стандарта даже в зародуше его не было, вот сейчас появился этот стандарт. У тебя в жизни принципиально что-то изменится в худшую сторону с появлением данного стандарта, вообще что-то у тебя поменяется, кроме того, что ты, как бы, ты можешь сказать, да, окей, я, собственно, так и ржил всю жизнь или старался. Ну, в общем-то, я так и жив, по большому счету. Я ничего нового в своем докладе, я думаю, никому не доказал и не пытался доказывать. То есть, для тебя стандарт не был чем-то таким, что ты схватился за голову... Это не откровение было. Не, я не про откровение. Я про то, что ты схватился за голову и сказал, ну все, мне теперь надо там еще плюс 10 человек и 10 миллионов долларов бюджета. Нет, нет, потому что в любом случае всегда, если банк себя хоть как-то хочет поддерживать и быть уверенным в том, что происходит, всегда есть тестовые площадки, на которых все патчи, ну, я не знаю, как в больших, то есть у нас это в обязательном порядке, все патчи поставили, не просто тестируются, а предоставляется доступ сотрудникам, наиболее опытным, чтобы они протестили, действительно ли все так работает, и только потом уже начинается перевод на бой. И так практически по всем системам. Это давным-давно введенная практика и в общем-то у нас собственный документ был до появления стандарта. Единственное, что стандарт, конечно, да, он систематизировал все это дело, он добавил ряд требований по проведению ПЕН-тестов, чтобы было понятно. мы... Для вас это дополнительный аргумент. Аргумент совершенно верный. Что... Из этого аргумента работали. Ну, в общем-то, скажем так, практика прохождения регулярной ПСИДСС, она тоже привычает к порядку. По большому счету аналог, ну, более широкий. Далее, появилась стандартный перечень в стандарте, опять же, типовых уязвимостей, на которые обязательно, в первую очередь, нужно обращать внимание. Да, он был у нас тоже, но не так глубоко и не так детально, не систематизировано. Теперь хотя бы можно взять и просто построить банальный чек-лист ко всему прочему, что есть и выявлено в процессе тестирования, еще и это. Это лишнее никогда не бывает. Ну, собственно, все. То есть, можно сказать, в принципе, что Центральный банк Российской Федерации тебе, по большому счету, помог систематизировать твою деятельность, сделать ее более явной, понятной для руководства и адекватной? Ну, мою, да, потому что мы, собственно, занимались. Но я знаю, что большинство банков, в принципе, имея одного человека, который занимается информационной безопасностью, заставить айтишников что-то делать нормально практически не может. А это реальный козырь и аргумент к тому, что что-то нужно делать. То есть, я просто к чему веду? Я к тому, что это как раз тот самый случай, когда, собственно, Центральный банк выступил не с карательной функцией, а наоборот, он всем помог. В данном случае. Он всем вам помог. То есть, вы все, так или иначе, если у вас не было своей разработки, а в основном у вас нет своей разработки, ну, у крупных банков, конечно, есть там АБС, там доделывается, постоянно подпиливается внутри, но вы получили прекрасный аргумент, вы и так делали все эти пентесты, вы и так проверяли ДБО, сейчас вы будете проверять АБС, да, вы получили прекрасный аргумент, что это не ваша собственная только инициатива, и руководство может сказать, слушай, да ты это сам придумал вчера, зачем мне это надо, я не понимаю вообще, выйди. Вы получили прекрасный аргумент от Центрального банка, то есть получается, что по большому счету ЦБ в данном случае выступил в роли помощника, и это прекрасная позиция регулятора, с моей точки зрения, вообще любого регулятора, и вообще обратите внимание, сейчас регуляторы стали именно вот, именно вот так вот работать, они стали гораздо более человеческим лицом, да, чем было раньше, и это факт, это западная практика, это нормальная западная практика, когда регулятор не только карает, он должен карать это нормально, да, у него есть карательный орган, в любого регулятора, но он помогает, он говорит, что сделать, он говорит, как делать, и это вот как раз, по-моему, Артем Михайлович, прекрасный пример, вот такого как раз позитивного документа, который вот дает банку эти возможности, а вот теперь у меня рояль в кустах, хотел показать мнение вендора, сейчас будет у нас мнение вендора, вендоры, ну, в общем, я хотел показать мнение вендора ДБО, я зачитаю сейчас, тут довольно мелко, я просто зачитаю, я откуда взял это мнение вендора, на сайте банкиру была статья, статья, большая статья, которая посвящена выходу вот этой РСК по жизненному цифру, эта статья вышла, по-моему, осенью этого года, там были мнения, банков, нормальные, позитивные, спокойные, что да, ну, в принципе, хорошо, мы так и жили, и там было мнение одного вендора, только одного, остальные не захотели прокомментировать, при этом я, собственно, он сам это сказал, это вот прямая речь, я тут, я тут вообще ни при чем ни разу, не хотел бы, не говорил, то есть я считаю, что человек это сказал публично, я могу вполне сослаться и зачитать мнение вендора, это как бы вполне корректно в данном случае, это не фейсбук, это там не твиттер, можно сказать, я не хотел, я был пьян, там я не знал, это вообще не мое, это официальная статья, значит, я зачитываю подход вендора и мнение одного из вендоров, причем зачитываю, что это за вендор, потому что он там был не анонимен, это компания банковской информационной системы, Александр Федоров, он сообщил следующее, что поскольку нет работающего механизма контроля за исполнением этих требований, то никому от них ни холодно, ни жарко, но если подойти к вопросу серьезно, а не только на бумаге, то введение этого стандарта, внимание, перевернет всю сложившуюся информационную инфраструктуру, а также бизнес-процессы банка и разработчиков, неизбежно потребуется увеличение персонала на 10-15% в том числе в центробанке, как контролирующем органе, также нельзя забывать, что будет необходимо дорогостоящее программное обеспечение типа системы обнаружения и предотвращения вторжений, анализы и сборы и корреляции событий, естественно, анализ кода и тест на проникновение, бюджету станут миллионные, так как это будет делаться достаточно часто, думаю, что для банков стартовая сумма начнется от 10 миллионов рублей. Это вот как раз классическое мнение вендоров, когда все мухи с котлетами сложены вместе. Я понимаю, что вендору, конечно, не хочется всем этим заниматься. Вендору не хочется внедрять СД. А дай я прокомментирую. Вот в чем автор комментария совершенно прав, так это в том, что на сегодняшний момент действительно нет системы контроля. Ну вот тут он прав, вопросов нет, но в этом отношении я могу сказать, что когда вопрос о безопасности выносился на Совет Безопасности, еще раз напоминаю, это первые лица силовых ведомств и первое лицо государства, то был поставлен в том числе и вопрос о контроле качества программного обеспечения. Поэтому у Центрального банка и у ряда других уважаемых ведомств есть поручение вот такую систему контроля разработать. к концу года очевидно варианты появятся. Как это будет сделано не знаю пока. Вариантов много. Начиная вот традиционной системы сертификации, чем мы не хотели и всячески будем этому сопротивляться. До соответственно организации саморегулированных организаций и отдачи этой функции туда. что на наш взгляд является более перспективной собственно задачей. Поэтому мнение разработчиков было услышано. Я зайду, ты мне не показываешь. За денег. Мнение разработчиков было услышано, мы его учли. Что касается всего остального, слушайте, ну понимаете, у вас у всех уже есть IPS и Firewall и все тесты проводите регулярно. В стандарте там мы не заметили все, может там где-то это написано, мы не видели. Нет, гендеры по-своему, может. Вопрос, собственно, еще раз. Контроль качества, контроль качества программного обеспечения и контроль функционирования в среде. Поражает, мне всегда поражает, вот, знаете, сегодня, сегодня была еще или вчера была дискуссия и она мне напомнила, когда вы приходите к платежной какой-нибудь системе, Visa, MasterCard, к ней присоединяетесь, то же самое, ChinaPay, вас почему-то не удивляет, что они с вас начинают требовать какие-то дополнительные меры. И вы всегда прекрасно их выполняете. ну, я понимаю, что есть, конечно, там определенная бизнес-задача, вы ее делаете и не очень хотите там с ними сопротивляться. Когда такая же потребность возникает для всего остального бизнеса, все начинают думать, это же дорого, требования обязательные. Надо, чтобы Центральный банк обязательно требования установил. Тогда будем выполнять. Самое интересное, что когда Центральный банк требований устанавливает, как в случае с 382П, все начинают говорить, ой, а теперь это надо выполнять, ой, лучше бы не устанавливали. Ну, коллеги, вы как бы определитесь для себя. Вот, поэтому, еще раз, РСК рекомендательная, да, контроль качества устанавливаться будет. По методологию, которую мы отработали вот в этой РСК, очевидно, и будем использовать для соответственных механизмов контроля. Но то, что потребует это дополнительных средств от банков, честно говоря, мне сильно сомнительно, потому что на самом деле большая часть этих операций вы все равно и так уже делаете. Я абсолютно согласен в данном случае, ровно то же самое хотел сказать. И все время вот мы к этому и подходили, да, Юрий, я вот как раз хотел прокомментировать по поводу миллионных бюджетов масштабов Майкрософта и построения полного СДЛ, на самом деле какие бы бюджеты ни были, по сути, вообще наша область в контексте безопасности, сюда можно вливать миллион за миллионом и никогда не останавливаться. Вопрос приоритизации, по сути, соответственно, приоритизации, выбора правильного скоупа для проведения тех или иных мероприятий, внедрения тех или иных практик. Это первый момент. Второй момент, даже с учетом в Сбербанке утвержденной стратегии кибербезопасности 2014-2018 и открытой соответствующей бюджетной программой, никто мне не даст набрать в свой штат 100 или 150 человек. Это неправильно, это не наша задача. Наша задача в первую очередь провести какой-то изначальный срез, асессмент с той ситуацией, которая есть, а дальше планомерно работать с проектными командами и поддерживать и развивать экспертизу с нашей помощью, но тем самым постепенно передавая активности именно в производство. Мы бежим рядом с производством, и это очень правильная позиция, которая, мне кажется, с точки зрения дальнейшего бюджетирования даст только выхлоп. опять же, то есть вот именно так. Андрей, а вот у тебя же на самом деле большой опыт общения с вендорами в результате тестов, аудитов, вы много с ними общаетесь, вы видите, как они все это реализуют. Тебя не удивляет подобная реакция вендора на то, что ему надо как-то самому заняться безопасностью своих продуктов. От БИСа нет. БИС, ну что говорить, БИС старая система, сделанная бог знает когда, когда по большому счету не было разговора о том, что при нормальной организации системы защиты банка будет вероятность того, что к операционисту что-то прилетит. То есть тогда по большому счету наверное угрозы такие не рассматривались. В большинстве случаев даже то же самое СТУБР требует, чтобы по максимуму рабочее место операциониста было отключено от интернета. В этом случае вероятность дистанционного доступа к рабочему месту практически при правильной организации сводится к нулю. Собственно из этого БИСа исходит. Зачем я буду городить все это дело, если изначально никто туда не попадает. Но вот к сожалению оказывается что все не так. Я в данном случае за справедливость всегда я выступлю в качестве адвоката БИСа в данном случае он ничем не лучше и не хуже остальных. А вот я тоже не соглашусь что там ну без я не спорю ядро действительно давно разрабатывалось на самом деле у БИСКВИТа такая квазиматричная структура безопасности и различных вариантов прав доступа там более тысячи. Возможно именно это приводит к тому что настроить ее крайне сложно это очень сложный действительно такой процесс кстати это беда с точки зрения настройки прав не только касается БИСа и многих других систем но вот проблема как раз почему появился стандарт почему появился РСК есть две проблемы качество программирования это действительно так это касается там скажем висящих процедур в коде или забытых там заглушек и много всего остального и вторая проблема это в силу определенных ограничений нет желания а может и возможности все эти продукты правильно настраивать поэтому и появилось два уровня появился контроль кода и появился контроль защищенности с первой частью справляется контроль проблем справляется контроль кода со второй частью справляется контроль защищенности сегодня демонстрация которая была твой фильм он как раз наглядно свидетельствует он как раз наглядно свидетельствует что в общем-то администраторы не шибко задумывались над тем как все это настроить причем и само АБС и ее окружение почему стало это и возможно по сути уязвимости самого программного обеспечения там не было одна маленькая ну с принтером да и то не столько увязвимость сколько безголовость безголовость да безголовость в том числе администраторов и поэтому если бы на этапе ввода в эксплуатацию и последующего обслуживания были проведены там определенные тестирования ну соответственно это и было бы выявлено поэтому ну как бы хорошо что вас пригласили вы это сделали это показали а так ну да бывают иногда и критические ошибки которые в программном обеспечении причем у любого любого вендора у меня в практике знаете была задача запускали программный продукт импортного производства было это уже достаточно давно и потом обратили внимание что как только соответственно сервис стартует демон стартует на межсетевых экранах какая-то непонятная активность появляется стали посмотреть внимательно а собственно разработчик программного обеспечения оставил себе возможность считать сколько раз его программное обеспечение стартовало и вот эта программуля например пыталась все это отправить в Соединенные Штаты мы честно задали вопрос разработчик он долго отказывался говорил нет нет вот вы такого не делали нет у нас такого функционала просто предъявили соответственно содержимое пакетов вот они тогда как бы признали это даже не закладкой не ошибкой а признали это просто что они забыли из кода убрать ветку разработки можно к этому по-разному относиться это как раз один из вариантов зачем нужно и первая составляющая и вторая причем на разных стадиях то есть если бы мы считаем что разработчик честный и все нормально то есть он закладок никаких специально не делал если бы он оттестировал код на такие висящие процедуры у себя очевидно бы это не попало в релиз если бы у нас не было системы контроля защищенности то мы бы это никогда не увидели и жили бы с этой закладкой долгое время собственно да потому что человеческий фактор никто никогда не отменял что в том что нет вендоров то мотивации понимаете вот по мотивации вендоров я большой специалист что мы очень долго работали с такой компанией как сапа и я в общем понимаю как все это работает на практике вот сейчас у наших вендоров дбо нет мотивации собственно реакция мы сейчас перейдем к вопросам не переживайте я понимаю бифит сейчас ответит хорошо неправда так неправда что мотивация сейчас вам сделают мотивацию вы не переживаете прекрасно седьмой раз форум проводим я явно вижу разницу между поведением уважаемых компаний разработчиков которая была на втором там и первом форуме и которая была вот уже там два года назад абсолютно разные отношения и и разных разработчиков если на первых форумах нам говорили слушайте ну что вы тут фигню говорить у нас такой классный функционал вы его используете и будет все классно то уже сейчас вот из тех уважаемых разработчиков которые присутствуют на форуме у них у всех появился развернутый функционал безопасности качественный что на самом деле очень хорошо поэтому здесь коллеги в зале давайте мы их тоже поприветствуем разработчиков ну на самом деле да конечно разработчики стали в эту сторону думать больше но я вот Артем Михайлович честно скажу ну не вижу я разницы пока вот на практике я не вижу никакой разницы говорить стали больше а делать ничего как не делали так и не делали может кто-то где-то я не про Бифит вот про Бифит я сейчас ни слова не говорю да кстати Бифит это та компания которая все время ускользала от нас чудесным образом мы тестировали все что можно и что нельзя тоже Бифит мы ни разу не видели поэтому Бифит вот мне вот всегда обидно когда Бифит они могут все что угодно сейчас говорить у них хорошая позиция но тут у вас скоро будет сюрприз у нас как раз заключен контракт с одним из банков как раз на Бифит так что мы вас посмотрим вот но я говорю сейчас не про Бифит а вообще по остальным ДБОшкам ОБСкам да то есть это кошмар то что мы имеем сейчас ситуация безусловно будет меняться да но я понимаю вендоров собственно у них чтобы вот это все поменялось это требует больших вложений им во-первых сложно кастом билды для разных банков то что мы видим мы видим совершенно выпиющие ситуации там вахханалия там не знаю находится уязвимость уязвимость в коре ну то есть в ядре это явно транслируется на все банки они ее правят для этого банка выходит версия там с 2.5 выходит версия 3.0 в этой версии 3.0 та же самая уязвимость в ядре ничего не поменяли 2.5 поменяли в 3.0 опять та же самая уязвимость это будни я тут никому не кошмарю мне просто изнутри видно да в отчетах правда там как есть да это это наш принцип мы никогда не публикуем результаты оппентестах там не рассказываем сколько мы кого взломали да не даем нашу внутреннюю статистику нам это не интересно мы рассказываем о реальных уязвимостях которые мы находили поэтому ситуация не очень хорошая я все-таки надеюсь что мы ее вместе перелоим и чтобы ее переломить на самом деле вы нужны потому что что единственный способ воздействия на вендора на самом деле причем в данном случае речь не о ДБО а вообще на вендора в целом а даже на самого крупного вендора крупному вендору абсолютно наплевать на уязвимости которые найдены исследователями там нами еще кем-то это не важно ему все равно когда вендор начинает шевелиться сам когда он начинает вкладывать кто сотни тысяч долларов для мелкого вендора кто миллионы долларов для крупного вендора а как бы здесь уровень зрелости вендоров все-таки уровень зрелости по отношению к ИБ это может тебе позволить в основном крупные вендоры посерьезно этим заниматься вот когда это происходит у крупного вендора тогда когда он получает вал негатива от клиентов и вот пока вот этого вала негатива в данном случае от банков не будет вот пока вендоры не поймут что а мы не купим вашу систему а мы не будем с вами работать пока не будет массового вот этого вот негатива в средствах массовой информации вот ничего с вендорами само по себе не будет вот ситуация как была такая так и есть вот сейчас спасение утопающих делаю рук самих утопающих сейчас это работает как банк находит у себя уязвимости отправляет вендору Вендор для этого банка их правит. Все, никто ничего, все тихо, все спокойно. У вендора нет мотивации бежать там и все править. Потому что это внутри частных отношений, контрактов между этим банком и вендором. Банку поменять вендора, простите, а на что? На соседнего? Такого же? Какая мотивация? Сменить одно ОБС на другой, потратить миллионы долларов? Для чего? Когда они все примерно одинаковые. Вот почему у крупных вендоров это работает? Почему это работает у САП, у Оракла, Майкрософт, ЦИСКО? Ну, ЦИСКО это меньше затронуло, да? Майкрософт это затронуло очень сильно. Потому что почему 10 лет назад, 12 лет назад, Билл Гейтс объявил эру безопасного Майкрософта и стал вкладывать миллиарды долларов в безопасность? Вы думаете, ему это надо? Он заботится о вас, да ему наплевать. Он это сделал очень просто, потому что стал страдать его бизнес. Он понял, что если будет идти вот так, вот этот шквал негатива, всякие кодреды, вот эти дикие черви, которые так гуляли, вот так, закончатся тем, что бизнес компании Майкрософт пострадает, потому что идет вал негатива. Почему то же самое сделала САП? Почему то же самое сделала компания Оракла? Потому что пошел вал негатива. Почему, например, президент компании САП два с половиной года назад объявил эру безопасного САП? Потому что тот вот вал, тот фидбэк от крупных клиентов, которые стали говорить, ребята, я просто разговаривал с вице-президентом безопасности, там все тривиально, там все просто. Потому что вот их крупные клиенты стали говорить, так, мы что-то не понимаем, мы тратим миллиарды там, некоторые миллиарды долларов, сотни миллионов долларов на вас. А вы что, недоверенная платформа? Вы антрасты платформы? Это что за ерунда? Почему там очередная громкая уязвимость? И руководство крупных компаний понимает, что дальше уже вот им нельзя так. Потому что, извините, Артем Михайлович, сейчас я. Потому что в той же компании САП, например, это не секрет, это как бы не внутренняя информация, там лет семь назад там был один человек в респонс-стиле. Сейчас в компании САП это огромная индустрия, там сотни человек, которые занимаются безопасностью продуктов, которые вы используете. Там внедренный СДЛ и так далее. И так со всех крупных вендорах. У них до этого, это не значит, что до этого САП был безопасный, понимаете, или Oracle, или там Microsoft до 2003 года. Нет. Просто топ-менеджмент принимает это решение, начинает вкладывать деньги, потому что хочет, чтобы продукты были безопасны. А сейчас ситуация в банковской сфере такова, что вендоров очень сложно мотивировать, их очень сложно стимулировать делать что-то самим, для всех. И у них еще сложности с этими кастом-билдами, потому что у одного одна версия, а у другого совершенно другая версия. Там нетипизированные решения. И это действительно большая проблема. И сейчас, по факту, каждый банк ее решает самостоятельно. И это нормально, на самом деле, согласно данному стандарту. Это правильно. Но хотелось бы нам, чтобы вендоры более серьезное внимание уделяли безопасности, чтобы прогулка по банковским системам не была для нас такой простой. Нам хочется посложнее, нам неинтересны простые, вот такие вот истории, как я показывал в видео. Это неинтересно. И я очень надеюсь, что с течением времени, Артем Михайлович, нам, прежде всего, вам, как Центральному банку, удастся переломить данную ситуацию. И вам, коллеги в банке, вам тоже с этим что-то надо делать. Вам так будет проще и, кстати, дешевле. Да, я, собственно, хотел сказать, что, понимаешь, только отчасти ты прав, когда говоришь, что здесь основная роль – это респонс. На самом деле, проблема здесь гораздо шире. у наших западных коллег, будь то там САП или Майкрософт или ЦИСК, неважно кто, у них, а, клиентская база в разы больше, чем у любого нашего разработчика, б, если они не будут делать у себя стандартизацию, в том числе и в части безопасной разработки, они разорятся на персонал, который будет поддерживать кастомные версии. А кастомные все задачи, они перекладывают на своих партнеров, как правило. И вот там возникают, ну, собственно, все знают, что есть огромное количество надстройок над Oracle, над IBM-овскими платформами. И, как правило, в этой разработке как раз есть кастомные вопросы. потребности у перехода на вот такую организацию труда у наших разработчиков не всегда возникает. И... Масштаб не тот. Безусловно. Безусловно. Поэтому у них нет необходимости сокращать свои расходы вот таким путем. Именно расходы. А вот, что банковское сообщество не влияет, тоже не совсем соглашусь. Результат, собственно, наших форумов как раз и приводит к тому, что на этой площадке коллегия формирует потребность, скорее, менеджерские банки, да, формируют потребность определенного функционала. Через некоторое время, да, долго. Действительно, доходило долго. Но, тем не менее, в коллегии этот функционал начали реализовывать. Там по-разному, в разных вариантах. Ну, начали. Но с чем я совершенно точно с тобой соглашусь и поддержу 100%. Что влиять на изменение позиции вендоров возможно только тогда, когда есть объединение, когда есть заказ. Причем заказ массовый. Вариант такого заказа, вариант такого объединения тоже может быть разный. В принципе, никто, я думаю, не будет против, если этим займутся уже существующие сейчас банковские ассоциации. Там все банки, либо члены РБ, либо члены этой самой ассоциации России. Ну, коллеги, а кто мешает в недрах этой ассоциации обрести там серьезный кулак и этим кулаком периодически, соответственно, вендоров-то давить. Есть другой вариант, когда речь идет о саморегулируемых организациях. Может туда, соответственно, пойти. Но этот путь требует внесения изменений в законодательство, определенное, и о техническом регулировании, и законодательство АСРО. Ну, в любом случае, еще раз я согласен с тобой с тем, что такое вот объединение, которое направлено было бы на изменения в лучшую сторону, качество разработки действительно должно быть. Другого варианта не будет, просто за эту часть у нас никто в стране не отвечает. Коллеги, ну, мы, в принципе, закончили. Теперь давайте вопрос. Александр Николаевич, не хотите прокомментировать, кстати, по поводу АРБ? Как вы считаете? Давайте. Я думаю, мнение АРБ будет интересно. А где у нас? Сейчас, секунду. Александр Николаевич, сейчас, сейчас микрофон вам передадут. Да, да, да. Понимаете, ассоциации, АРБ в частности, представляет собой общественную организацию. У нее никаких особых прав, как известно, нет. Ну, я имею в виду, прав там, она не является органом власти, или, так сказать, каким-то регулятором, и так далее. Значит, максимум, что мы можем, ну, на мой взгляд, да, мы можем консолидировать мнение. То есть, так сказать, чтобы банки не в неночку там как-то боролись, а создавать общественное мнение, так сказать, вот фон какой-то, вот такой нагнетать, обращаться к регуляторам, и все прочее. Но заставить поставщиков вести себя не так, как они ведут, а как, по мнению банков, надо себя вести, на мой взгляд, достаточно сложно. Конечно, можно себе представить теоретически, что банки все там вот договорятся в ассоциации, и после этого единым фронтом начнут кого-то там бойкотировать или что-то еще. Ну, это только теоретически. Вот. Я думаю, нет. Ну, теоретически можно все что угодно себе представить. Почему нет? Законам физики это не противоречит. Вот. А всем остальным законам противоречит, так сказать, жизни. Поэтому сказать, что ассоциация там штукнет кулаком, так сказать, мы можем стукать, но нам скажут, ну и стукайте дальше. Вот. Единственное, что здесь может быть, поскольку вот приходится все время вот это вот мнение встречать, я имею в виду недовольство работой производителей программного обеспечения, нежелание учитывать. Я говорю, кстати, даже, ну, коротко, правда, вот, выступление своем на конференции, что, в общем-то, они не особо интересуются этой безопасностью. Их можно заставить это делать, значит, ну, фактически одним только способом. В наших условиях у нас в стране, я считаю, если нет, так сказать, государственного какого-то мнения, оформленного на такой счет, все остальное пока еще работает не очень эффективно. Поэтому, вот я говорил там о создании там саморегулированных организаций и прочее, но это, может быть, касалось только, вот, может быть, в первую очередь там аудиторов и всего остального. Ну, вот, потому что пока не будет какого-то вот действительно серьезного, ну, не кулака, ну, в общем, фактора, который действительно заставит действовать. То есть, вот приводила масса примеров, да, не масса, но ряд примеров в ваших выступлениях. Пока не будет, давление пока не почувствуют производители, вендоры и так далее. Все это будет делаться действительно, как вы говорите, в частном порядке, в индивидуальном, кто-то обратился, ему помогли и так далее. Вот. Ну, не знаю, может быть, я ошибаюсь. Я со своей стороны готов, и кто знает нашу деятельность, я думаю, что не даст соврать. Мы всегда готовы аккумулировать мнение, выходить, выступать, привлекать внимание, обращаться и так далее, и так далее. Ну, а вот какой будет этот эффект, большой вопрос с точки зрения, так сказать, заставить и все прочее. Вот у меня такое мнение. Спасибо, Александр Николаевич. То есть, я правильно понял, речь идет о том, что должна быть государственная функция, которая может быть делегирована некой там СРО или ассоциацией. Ну, вот по поводу СРО, значит, здесь такая ситуация. Закон об СРО, он говорит, что, ну, членство СРО является добровольным, в то же время федеральными законами может быть установлен в отдельных случаях иной порядок и так далее. Как это сделано у строителей. Там была государственная функция надзора в строительстве, которая в какой-то момент была передана еще СРО, которые еще тогда регулировались, ну, одной из прежних редакций законной об СРО. В принципе, да. У нас этот путь понятен, привычен и, так сказать, все, ну, скажем, если это произойдет, то в этом не будет ничего неожиданного. Ну, да, государство еще там одну сферу решило таким образом регулировать. Ну, кто-то там скажет, что это там произвол, деспотизм и все такое, но опять-таки это привычная ситуация и все начнут как-то реагировать на это дело. Если делать это через общественное мнение, вот, через ассоциацию, там, постоянно подчеркивать, привлекать внимание, наверное, это тоже когда-нибудь произойдет. Но боюсь, на это уйдет много времени. То есть, да, это самая ситуация, когда вот мы периодически читаем, наверное, все, да, какая-нибудь там Тойота отозвала с рынка сто тысяч своих автомобилей из-за того, что у них надо гайку одну заменить на другую, потому что это иногда приводит к чему-то. Вот наши эти АБСные Тойоты еще до такого, я думаю, долго не дойдут. Поэтому, конечно, государственный ножом, с одной стороны, мы все всегда говорим, что, ну, нехорошо, когда вот все администрирование, регулирование, мы зарегулированы со всех сторон, нам тяжело. но если вот говорить прямо, я думаю, надо понимать, что этот путь, он, мне кажется, быстрее к цели приведет. Вот с государственной функцией, которая будет, так сказать, во-первых, она возникнет, а во-вторых, она будет тут же передана, например, СРУ. Это может быть даже лучше, чем если государство эту функцию введет, а потом само же начнет ее лично выполнять. Тут вот, может быть, баланс такой удачный с помощью СРУ, как это у строителей сделано. Александр Николаевич, я в данном случае бы прокомментировал, вот смотрите, Центральный банк, регулятор, кого он может регулировать? Он может регулировать организации банковской сферы. Центральный банк не имеет права выпускать никакие требования для разработчиков. Вообще никак, ни разу, это не по закону. Это может быть по понятиям, но ни разу не по закону. Поэтому, какой план у Центрального банка, если будут, а что делать, да, вот как регулировать? Сегодня Андрей Олегович сказал, что в принципе есть в планах, Артем Михайлович сказал, что есть в планах, скажем так, вести контрольную функцию. Центральный банк не будет контролировать вендоров и не будет выставлять им никакие требования. Он придет к банкам, скажет, ребята, вперед. А дальше те пойдут к своим вендорам и будут их, как сейчас. Только сейчас они это делают по своей инициативе, а так у них будет дополнительная мотивация со стороны Центрального банка. Если можно, я абсолютно с вами согласен, у него действительно нет таких прав. Но если он скажет, что ты, банк, у тебя твоя система должна удалять таким и таким требованиям. Вот откуда хочешь, оттуда и бери. Банк, конечно, может самостоятельно пытаться эту систему снабдить соответствующими функциями. Но если это будет вот такое равномерное давление со всех сторон, то... Понятно. Сейчас, Артем Михайлович, секунду. Дьявол тут в деталях. Требования у всех хорошие. Все дают правильные требования и предъявляют их к разработчику. Уже, в принципе, не остались разработчиков, наверное, практически, которые там какие-то требования не выполняют. Проблемы в их реализации. Проблема в том, что реализовано все это криво и неправильно с уязвимостями. Понимаете? Проблема именно в этом. А не в том, что требования какие-то платят. То есть не хватает контроля нормальных. Контрольные функции, абсолютно вы правы. То есть то, что мы с вами говорили. Денис, Артем Михайлович, я тебе перебил. Ну, как это, резюмируя нашу тут бурную дискуссию на эту тему, еще раз, то есть ЦБ на самом деле имеет право сформировать требования к материально-техническому обеспечению банковской деятельности. Это у него есть. То есть фактически он может сказать, что, ребят, вот вы должны поставлять, использовать, не знаю, АБС, и вот, как и там, прошедший вот такую вот оценку. Будет ли это достаточно? Очевидно, нет. Потому что нет системы, возвращаясь к слайду с высказыванием разработчика, нет системы контроля качества. Значит, такую систему контроля качества надо создать. Сейчас государственной функции, которая бы это реализовывала, нет. То есть, очевидно, ее тоже надо как-то формировать. Варианты контроля, опять же, в законе техническом регулировании у нас на самом деле очень простые, сертификация, либо добровольное подтверждение соответствия. Ну, очевидно, имеет смысл все-таки идти в сторону СРО. Насколько я понял из создавшейся, образовавшейся у нас здесь дискуссии. Давайте подумаем, посмотрим. Артем Михайлович, я думаю, нам пора уже совершать дискуссию. У меня к тебе последний вопрос, который я думаю от всех. А вот с точки зрения Центрального банка, а есть ли свет в конце этого момента? Вот давайте каждый выскажется из участников дискуссии. Начнем с Центрального банка. Безопасность, вот эта вот вахханалия, когда она закончится, она пойдет, будет ли у нас хотя бы позитивный тренд? Хочется, чтобы она, скажем так, я понимаю, что не бывает абсолютной безопасности. Я говорю про положительный тренд. Про вектор. Мы об этом и не говорим. Правильно, правильно. Правильно. Я немножко про другое. Безусловно. Я говорю немножко о другом. Я говорю о том, что сегодняшний уровень разработки, сегодняшний уровень выхода, качества программного обеспечения около нуля. И уровень зрелости около нуля. И уровень зрелости с точки зрения безопасности наших вендоров абсолютно правы. Василий Андреевич, я ровно это спросить. Я как раз про это и хотел сказать. Сейчас мы около нуля. Вот в перспективе там... Ну, ладно, окей. Хорошо. Для меня это около нуля по факту, вы видели. Меня интересует тренд. Вот, Артем Михайлович, и все, я хотел бы послушать финальное мнение. Как вам кажется, в перспективе пяти лет мы сможем сдвинуть эту ситуацию, чтобы, как Василий Андреевич говорит, мы сейчас на двойке, чтобы хотя бы лет через пять мы выйдем на четверку хотя бы вот у наших вендоров. Мы, это банковская сфера, это все мы. Это мы все. Хорошо, вендоры. Окей, давайте поговорим про вендоров. Но просто мы, мы как влияние на вендоров, вендорам самим, Василий Андреевич, ничего не надо. Они прекрасно живут. Вы у них и так покупали и будете покупать. Короче, формирую вопрос. Прогноз. Дайте свой прогноз. Правильно? Абсолютно. Дайте свой прогноз. При системном подходе, я думаю, все реально в течение двух-трех лет. Ну, я вот за свою организацию могу сказать, ну, примерный там таймфрейм он выглядит, наверное, так. Вполне достижимая штука. Андрей, с твоей точки зрения, вот как не разработчик, а сугубо потребитель. Ну, у нас уже есть положительный опыт работы с одним вендором. Он начал двигаться и очень хорошо двигается. Правда, пинков хороших дали. Но, тем не менее. Именно вот как я сказал, вы ему говорите, он это делает. Ну, да, 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 совершенно верно. Причем, больше того, я говорю, несмотря на то, что были проблемы. Но не говорите, не делает, правильно? Нет, конечно, нет. Пока мы не найдем и не покажем, он искать ничего не будет, безусловно. Илья, но здесь... Но не про вас, опять же, вот к вам отношения не имеет. Бифиту хорошо. Отлично себя чувствует. Здесь, возможно, стоит немножко поменять вот этот реактивный подход на проактивный, да, у нас как бы получается негатив, да, уязвимость, респонс, все сидят и плачут и ждут, когда... Можно поменять, если вендор сам этим занимается. Уязвимость всем известна, и вендор занимается ими, он предлагает решение, один. Остальные, зная об этом, почему-то, почему-то, ну, как-то в сторонке стоят. Не спрашивают, не делаем. Банк, в свою очередь, может выставить ряд требований, как к продукту, к функционалу, к безопасности продукта, так и к процессу, по которому должен работать вендор, по сути. Это, на мой взгляд, абсолютная иллюзия, ты не сможешь контролировать никогда вендора изнутри. Артефактов по каждому, по каждой фазе пускай предоставляют. Почему нет? Ну, Тимошкин напишет любую. Давайте, завершаем. В качестве резюме, знаете, почему-то, когда про прогнозы начали говорить, вспомнились слова, которые сказал наш, понимаешь, президент на последнем интервью. Он говорит, да, сложно, но потерпите пару лет. Да, ну, это позитивно. Это позитивно. А если так говорить серьезно, то, посмотрите, если, посмотрите, что происходит на Западе, да, и что происходит у нас. Приблизительно процессы одни и те же. ВСТЭК начал, так скажем, комплексную работу по, в базе уязвимостей, по методологии обновлений и по работе по, соответственно, до жизненного цикла. Это же не просто так, потому что их и в заботе точно такая же тема. мы начали работу по ЦЕРТу, да, есть РЭСК по жизненному циклу. Вот одно без другого и без третьего жить все равно не может. нужно связывать это все в единую такую составляющую. как правильно совершенно говорил Василий Андреевич, речь идет о выстраивании процесса, причем не, даже не одного процесса, а нескольких процессов, между собой взаимосвязанных и опирающихся один на другой. Вот при хорошем сечении обстоятельств, если ничего, не дай бог, с рынком опять не случится, ну, очевидно, там, на горизонте 5-7 лет мы получим результат приблизительно такой, который там есть в САПе и в крупных вендорах. Ну, а первые результаты, вот, если опять же судить по тому, что было на Уральском форуме, первые результаты противостояния, в хорошем смысле слова, заказчиков и разработчиков появились где-то на 3-4 год. Так что, вот, приблизительно так. Я еще хочу один пункт, обратить внимание. Значит, мы сейчас набросились на вендоров, а сами-то мы хороши. Сами-то мы хороши. Я приводил пример, когда оба решения были хорошие. Мобильное приложение, процессинг, все хорошо, но сотрудник тупо сделал ошибку в построении таблицы. И это сотрудник банка. Поэтому ругать вендоров нельзя. Не совсем то же самое. И процесс жизненный, он не начинается с приемки. Он потом еще эксплуатация, обновление, восстановление, непрерывность процесса. Потому что, если мы какой-то процесс выведем, появляется уязвимость. Конечно, правда. Ну, все, все, я об этом и говорю. То есть, надо смотреть не только на вендора, но смотреть и на себя прежде всего. коллеги, да, давайте заканчивать. Спасибо. Я хочу кратенько резюмировать буквально одной фразой, что цель у нас с вами у всех одна. Мы хотим на выходе, знаете, как у сталкера, да, хочу, чтобы все было безопасно. Хочу безопасности даром, если перефразировать его слова. Вот, в принципе, у нас у всех с вами цель такая. Просто к этой цели нужно вместе идти, понимая, куда мы идем, вот видя этот вектор, и вместе идти. А Центральный Банк Российской Федерации нам поможет. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ